Рассмотрим свидетельство освещения по технологии атмосферного электричества. Тут мы видим съемку на плохой телефон в каком-то индийском или азиатском городе. Это освещение на принципе атмосферного электричества. Мы воочию можем увидеть, как это работало. Яркость сильнейшая. И это очень сильно похоже на старинные фотографии иллюминации 19 века. А вот в этом видео ярко освещается наконечник храма. Если это не просто солнечный зайчик, то ночью такой иллюминации можно очень неплохо освещать все в округе. А вот в этом видео наглядно показано, как начинает гореть обычное пламя свечи под действием СВЧ. Аналогом СВЧ в то время могла быть транслируемая энергия храмов как энергоподстанций. Или какое-то поле Земли, которого сейчас нет, оно отключено или уже не имеет той мощности. Евгений Волхов из комментария под видео. Про камни в Ольховке Волгоградской области. Там есть меловые пещеры. В них между пластами мела есть масса, как пластилин. Я наковырял немного, и когда вышел из пещер, через 15 минут эта масса превратилась в камень. Отвечает ему Василиск. Могу предположить, что данные условия существования пластичной массы поддерживаются искусственно аргонным излучением из Земли. Просто частота соответствующая. Смещение от направленного излучения вызывало окаменение всего образца. Вероятно, таким образом размягчались камни для обработки в древности. Спасибо за инфу, многое стало понятно. Максим Шамин. Ничего себе. Саша Красноярск. Да оно просто от соединения с воздухом превращается в известняк. Сделать добычу такого материала, формировать в строительные блоки, например, как здесь предлагают, и по транспортеру выгружать на улицу. На улице складывать в поддоны, да и готово. Никакой обработки. Еще можно добавить, есть такое предположение на основании материалов матрицы информационного развития. Смотрите на канале. Как строились античные города от элементов конструкций до сложнейших статуй. Специальные строительные виманы загружали из земли именно такой материал, поддерживали его в пластичном состоянии вот таким, условно говоря, аргонным полем, или какой-то частотой, и по компьютерным шаблонам выдавливали 3D-фигуры любой сложности. Причем оператор мог вносить свои изменения. Работали они по разнарядке, со строек поступали заказы и модели конструкций, которые нужно было изготовить. Подлетали, выдавливали. В общем, эту тему нужно развивать, зная, какими технологиями тогда располагались строители, делая выводы из реально построенных античных городов. Фима Доброго времени суток. Хочу поделиться мыслью. Есть такая поговорка, можно на нем ставить крест. Например, был человек с золотые руки, но что-то случилось, спился со всеми вытекающими. Про него и скажут, на нем можно ставить крест. Вроде как имеется в виду, что человек совсем пропал, почти умер для окружающих, для своего ремесла. И крест подразумевается стоящим на его могиле. Также можно сказать про какое-то начинание, которое было заброшено и уже не завершится. С тем же смыслом, дело можно похоронить. Однако можно предположить, что такое выражение могло возникнуть во времена, когда с храмов начали снимать что-то там раньше было установлено, и водружать кресты. Возможно, смена символики совпадала с изменением назначения строения. Как бы раньше храм был функциональным строением, а после установки креста стал просто объектом религиозного культа для совместного моления. И учитывая эмоциональный контекст поговорки, к сожалению, скорее всего раньше храм для людей являлся более полезной или даже необходимой вещью. Но вот на нем поставили крест, и он превратился в церковь. И очень жаль. Отсюда и поговорка пошла. Скажем, в конце 80-х годов можно было сказать, на СССР можно ставить крест. Как и на царской России можно было ставить крест. И мы увидели, как уничтожили царскую Россию, как окипиталистичили Советский Союз, и чего это нам стоило. Возможно, также когда-то охристианили старые храмы, и теперь даже сложно представить, чем же на самом деле они были до этого. Отопление радиумом. Вот эти иллюстрации – футуристичная коллекция на тему фантазий будущего в 2000 году. Тогда думали, что к 2000 году все перейдет на отопление радием, и рисовались другие фантастические перспективы. А вот на этих фото вроде даже показываются установки к продаже, и даже есть стоимость этих устройств в США. Видимо, это конец 19-го – начало 20-го века, когда радиационное отопление было еще в обиходе. На канале есть фильм «Светец. Универсальная технология освещения. Энергетика прошлого». Как работало такое устройство? В специальный металлический пенал вставлялся радиоактивный стержень, радиация которого на самом деле была безвредной для человека, и устройство начинало нагреваться подобно тому, как если внести металлический пруд в электромагнитное поле, которое создает в нем токи ФУКО. Это вихревые токи, электромагнитная индукция. Ну а здесь бомбардировка металла частицами радиоактивного полураспада. И вот представьте, такой радиоактивный стержень активен лет 50. Это в распоряжении хозяина бесконечный для него источник энергии, который он еще отдаст по наследству. И этот стержень все время будет нагревать утюги, самовары, греть небольшое помещение и так далее. Хорошее приобретение в хозяйстве, правда? И очень плохие вещи для глобального управления. Человек в составе семьи с этой штукой становится вполне себе автономным энергетически. И теперь понятно, почему вдруг все виды радиации стали опасными, как и, например, ртуть внезапно в начале 21 века. Альфред Олегович. Коротко о размерах кораблей прошлого. Обычный флаг одного из испанских судов, участвовавших в Трафальгарском сражении 1805 года. Здесь на ум приходит одна мысль. С таким флагом смогли бы управиться только гиганты. Разве если что люди обычного размера использовали его в качестве паруса. Но примеров использования флага в таком качестве что-то я не припоминаю. А вот еще грязевое наводнение в Пакистане. Тут наглядно показан результат процесса, что мы называем засыпание грунтом в результате потопа. Тут прошел водный поток и территорию очень ровненько занесло песком, примерно на полэтажа. Масштаб был локальным. Селя как такового не было, глины не было, поэтому все выглядит гораздо аккуратнее. И очень скоро по всему этому на носу можно будет ходить. С илом жидкой глиной такой фокус бы не прошел, как это случилось во время мирового потопа. Поэтому смертность в те века должна была быть максимальной. Написал Виктор. Был в путевом дворце в городе Тверь и увидел там интересную икону. Может, конечно, покажется, что маленькие люди просто стоят ближе. Но они чуть ли не на ногах больших людей стоят. Там есть еще подобные картины, но надо не мельком смотреть, а рассматривать детально. Да, тут есть три размерности гиганты двух с половиной трехметрового роста, которые есть и сейчас. И вот шестиметровые, под которых было построено множество помещений по всему миру с гигантскими дверями. Надо еще заметить, что сверху иконы ангел приносит святому гиганту какой-то сверток. Интерпретаторы сказали бы, что это благая весть. Видимо, это какое-то специальное техническое устройство или что-то в этом роде. Здесь святой гигант есть наместник новых хозяев на Земле, внедряющих новый мировой порядок после захвата Земли высокотехнологической технократической цивилизации. Это я показывал раньше в фильме расшифровкой библейских картин и иллюстраций. Вот в этой новости говорится о том, что шерстистый носорог, как и мамонт, обитал здесь десятки тысяч лет назад. В Пензе на строительной площадке обнаружены останки древнего животного. Шерстистый носорог, современник мамонтов, обитал в этих местах десятки тысяч лет назад. Когда где-то на крайнем севере в Сибири находят мамонта того же вечной мерзлоте, так съезжаются все крупные ученые, которые занимаются фауной ледникового периода из Канады, из Японии. По анализу почвы ученые установили, что животное погибло примерно в эпоху оледенения. Целый скелет говорит о том, что, вероятнее всего, носорог погиб не от рук охотника. Теперь нужно извлечь его из почвы. Работа кропотливая и сложная. Глина тяжелая и важно не отломить вместе с твердой породой части скелета. Носорог погиб не от руки охотника. Глина тяжелая. И опа! Глина, перемешавшая зверей и растительность. Селевые слои в срезе грунта. Вот что мы тут видим. Разумеется, на это археологи не обратили никакого внимания. Но для нас это является очередным свидетельством потопа 19 века, разумеется, а не десяток тысяч лет назад. Прислал Савин. Это вот такая интересная книжка американского альтернативщика, в которой раскрывается, как на самом деле строились пирамиды при помощи левитации. Я бы, конечно, с радостью поверил бы, что вот эти вот древние египтяне-фараоны могли бы, используя левитацию и бла-бла-бла. Конечно, надо отдать должное. Американские граждане, не обремененные с 90-х годов выживанием, получили время на то, чтобы разобраться, что с историей что-то не так, и первыми подняли волну альтернативного подхода к исторической реальности. Но для наших американских коллег есть границы, которые они перешагнуть не смогут, чтобы двигаться дальше. Мы уже не раз рассматривали, что фараонов выдумали в 19 веке, создав каргокульт для сокрытия свидетельств прошлой и совсем не американской цивилизации. Вот еще интересная мысль от Савина. Кстати, про видео, что конец света снится многим. Раньше часто снились планетарные катастрофы, очень красочные и с полным погружением в сомнамбульную реальность, даже с получением эмоций. А весь прошлый год снились сны именно про ядерный конец света и зачистку людьми в черных спецкостюмах, и это применительно к нашему времени. Но вот после начала СВО в Украине все сны из этого направления пропали, как будто их отключили. Может, на эфирном плане тоже передел сфер влияния происходит? Мне приходит на ум, что Савину снились картины вероятного будущего, и что пугает, по сценарию все шло к ядерной глобальной войне. Но начавшаяся война на Украине каким-то образом стравила пар, изменила вероятностные события, и теперь все пошло по новому сценарию без очередного глобального апокалипсиса. Вот и думай, столкновение России с Западом на территории Украины – это катастрофы или все же благо для человечества? Денис репостнул от Александра Розова. Фото 1888 года. Вес Эйфелевой башни – более 10 тысяч тонн, то есть 10 миллионов килограмм. Чтобы выдержать такой колоссальный вес, нужно было бы залить и такой же колоссальный фундамент. Но посмотрим на него и видим остатки допотопного здания. На это указывают кирпич и остатки арок, торчащих из земли. Естественно, эти свидетельства закрыли, скрыв остатки допотопной архитектуры. А теперь представим, какое циклопическое здание в древности могло стоять на этом месте. А может, та самая Вавилонская башня, которая стремилась в небо? И второй вопрос – куда же делись мегатонны железа, доставшиеся нам от прошлой цивилизации? Так вот, сюда и делись, вложены в подобные металлические конструкции. Только она одна – 10 миллионов килограмм. Прислал Игорь Перевернутые кресты рядом с храмом Храм Успения Пресвятой Богородицы Москва, 1856 год, середина XIX века. Ж-образные кресты явно функциональны, и даже христианские кресты выполнены как некие резонаторы с шарами и накопителями. Какой смысл могут иметь перевернутые кресты над балконом? Это что, богоборчество, поклонение сатане? По крайней мере, так в фильмах показывают. Или тоже несут функциональный смысл приема или передачи энергии сигнала, резонатора, антенны и т.д.? Вопрос интересный. Кинули в чат телеграм-канала «Новая реальность». Как дополнение к видео на YouTube-канале, проект «Стерия» подглядываем за старшими. Шарообразный объект, ранее не замеченный у Солнца. Автор видео, рассматривая странное торнадо на Солнце, заподозрил, что это делает тот же шар или его братишка, прилетевший на сосаться халявного термояда. И, поиграв фильтрами, яркостью действительно обнаружил знакомое очертание. Если Солнце имеет 1 400 000 км в диаметре, то размер такого шарика должен был быть в десятки, если не сотни раз больше Земли, что маловероятно. Если Солнце относительно недалеко от Земли и не такое большое, то объект в диаметре всего-то, в кавычках, конечно, в несколько десятков или сотен километров. Такое еще мы представить себе можем. Прислал Matrix Exit Солнце мерцает. Паника в Нигерии в день непорочного сердца Марии. И таких видео на разных концах Земли достаточно много. Сложность оценки этих артефактов в том, что подобное моргание может быть вызвано десятками причин технических свойств разных видеокамер. Так может дергаться автоматический затвор, фокус, диафрагма. Поэтому нужны свидетельства, либо такие съемки, чтобы исключить фейковые эффекты. Кстати, вот в этом видео очень хорошо понятно, как Солнце начинает моргать как раз тогда, когда оказывается на границе кадра. А вот такое удаление и приближение Солнца на крайнем севере или наоборот юге вместо заката наводит на мысль, что Солнце просто улетает вдаль, уменьшаяся в размере, как если бы оно было не очень большим, а Земля была плоскостью. И такое видео не одно. А вот здесь Солнце гаснет, а потом снова разгорается. То ли его выключили-включили, как подумали пассажиры самолета, то ли его временно перекрыл какой-то объект. Возможно, облако, невидимое глазу. Дмитрий Иванов Больница заброшена 20-30 лет, деревья растут и кусты на том, что разрушено временем, камень и кирпич, древесина и влага создали плодородную среду. А вот фото Чернобыля. Для того, чтобы здания начали зарастать кустарниками и деревьями, не нужно даже и глины с неба, достаточно будет нанесенной ветром пыли и пару десятков лет после катаклизма без людей. Что мы и видим в многочисленных постапокалиптических картинах художников средних веков, а вероятнее всего второй половины 19 века. Но могут быть и варианты, поскольку катаклизм-то был не один. Денис Фотографии из Томска. Ресторан «Славянский базар» и неожиданные результаты его ремонта. Окна и двери, выходящие в землю, и около шести метров, скрытых под землей. Еще есть фундамент. Город Энгельс основан в 1747 году. Не так давно, хотя и в нем обнаружился культурный слой, засыпавший первый этаж. При раскопках старой гостиницы обнажилась каменная кладка первого этажа. Для подвала в строении слишком много оконных и дверных проемов, выходящих прямо в грунт. Апологеты официальной истории говорят, что так строили. Крепость в Бобруйске, Беларусь. Четко видно, что здание наполовину закопано. Списать это на культурный слой будет явной натяжкой. Самир Халивов. Удивительный факт. Большинство крупных городов столицы располагается по окружности колец. Центром колец является местность между городом Владимир и Суздаль. Также на кольцах располагаются крупные города, такие как Архангельск, Пермь, Уфа, Волгоград, Донецк, Днепропетровск, Челябинск, Атырау, Львов, Стамбул, Кокшетау, Турин и многие другие города поменьше. По версии Анатолия Фоменко, 400 лет назад в центре находилась главная ставка Великорусской Ордынской империи, простиравшаяся на всю Евразию. Вероятно, выбор такого расположения был обусловлен какими-то природными условиями, не как сейчас произвольно временные пояса по Гринвичу, что указывает на политическое лидерство. Итак, присылайте свои артефакты в передачу «Артефакты от подписчиков» e-mail во вкладке «О» канале. «Артефакты от подписчиков»